Вот такой старенький Йорк ко мне пришел, его попросили коротко подстричь, вот такой хорошенький, у него уже зубиков нету, совсем-совсем, вот такой домовенок. Девочки, зашла сегодня в фикс прайс, не помню зачем, а тряпки хотела купить, и увидела огромное количество вот этих контейнеров, накупать их кучу я не стала, взяла вот такой вот, и вот с помадками, которые с отделениями для помадок, решила их взять, сначала подумала, а может быть они мне не нужны, жила же я как-то до них, без них, до них, без них, но все-таки решила, вот у меня тут еще баночка с всякими тут кисточками, карандашики кое-какие есть, и решила, что все-таки попробую их использовать в организации своей косметики, сейчас тут поделаю, поковыряюсь, и попробую их приспособить вот в этой коробке, чтобы хранить, мне удобно все, в общем сейчас буду заниматься тем, что реорганизую немножко хранение своей декоративной косметики, которые у меня, как видите, просто минимум, да, тебя тут не хватало, и будет мне в этом помогать Диккенс, и вот мой шкафчик, и вот получается все сюда поставила, но в принципе, поскольку у меня всегда так стоит здесь эта коробка, более-менее нормально, пока попользуюсь, если они как-то со временем будут очень сильно грязниться, мутными становиться, можно будет и выкинуть, зато вот здесь у меня прям так под рукой пробнички мои, с этой минеральной косметикой всякой разной, ну вот и вот здесь, как видите, не так уж у меня там и много, тут тоже вот это баночки с минеральной косметикой, здесь двое тенюшек, здесь сбоку тени, и еще у меня вот здесь вот две палетки черные, вот, и вот так вот все организовано, сюда у меня помад, сейчас вообще никаких нет, тут я короткие карандаши поставила, а здесь такие у меня пробнички Биодерма, представляете, зашла в аптеку, говорю, у вас есть какой-нибудь пробничек, но я думала там в пакетике вот SPF 50 подобрать, а то я в прошлом году купила этот Эвен, Эвен, французская фирма-то, и он так прям лицо моё белым делал, что я не знала, что просто делать, и подобрать какой крем SPF 50 не знала, и мне вот дали в таких тюбиках. Вообще такие, в принципе, неплохие, единственное, что как-то после их нанесения кожа как-то прямо такая лоснится, как будто бы в меня все блины летели масляные, и, ну, потом как-то раз этот жирный блеск через какой-то промежуток времени проходит, и плюс еще как раз минеральной пудрой попользуешься, тоже вообще нормально. Но я пока Эвеном пользуюсь, приспособилась его разбавлять с обычным кремом для лица дневным, вот, и такого белого налета на лице теперь нет, поэтому и пробнички у меня есть, и все равно пока что тем кремом продолжаю пользоваться. А вот эта черная баночка у меня, ну, это не баночка, а такая вазочка, в Фикс Прайсе тоже когда-то покупалась, она с одной стороны с такой вмятинкой, такая прикольная, мне так нравится, но вмятинка это специально сделано. И здесь у меня просто вот мои две пары очков, все мое богатство такое вот. Первый раз вижу такое объявление, адская работа, райская зарплата, ну, вообще просто. 5-8 тысяч рублей в неделю. Я бы не сказала, что это прям райская зарплата, если взять даже по максимуму 8 тысяч рублей, то есть это что, 32 тысячи рублей в месяц? 32 и 20... 20 и 32 тысячи рублей в месяц. Прям райская зарплата, обалдеть. Как по мне, так это охренительная зарплата, ты ее получаешь и охреневаешь просто. Вот у нас сейчас только, наверное, в старых дворах можно встретить летом, когда сушат белье постельное. Сейчас это такая редкость, а раньше, помню, во всех дворах летом всегда сушили белье. А еще помните, 90-е года были наполнены музыкой, и на каждой остановке стояли ларьки с аудиокассетами, и каждый ларек включал музыку там. Я особенно помню, там и суббейс играли, прям так, аква-группа. Как прикольно было, на каждой остановке играли. Вот и бизнес ушел в небытие в связи с появлением интернета. И вот эта эпоха, музыка, когда настолько все плохо в стране было, ужасно было, плохо, но при этом везде играла музыка. У нас погода такая пасмурная, ну там тучи, дождь. А я утром встала и решила, что возьму-ка я с тобой купальник, потому что у меня будет перерыв где-то 2 часа. Думала сходить позагорать в это время. Но потом посмотрела, что будет дождь днем, и выложила в купальник. В общем, я не знаю, что так я и не знаю, получится мне позагорать или нет в этом году. Когда зеркальные такие окна, тяжело устоять и не посмотреть на себя, в отражение. Где я? Не знаю, я тут видна или нет. В общем, вживую я себя очень хорошо вижу. Вроде на камере не передается, как у вампира прям отражение теряется. Еще у нас все как городские сумасшедшие ходят. Кто во что одет, кто в шортах, в майках, кто в куртке с кофтой. Еще вместо того, что погода постоянно колеблется, такое чувство, что людей из разных частей света собрали и сделали десант в нашу область. Потому что кто как одевается. Это вообще просто смешно. Хочу вам показать свой полосатый аутфит. Я так прикинула, мне в принципе понравилось. Полоска здесь такая тоненькая, вертикальная, а на футболке, как видите, горизонтальная. И, как мне кажется, смотрится даже вполне сносно. И даже как-то так вот, если не приглядывать, создается впечатление, что это вообще платье такое. Ну, соножки, в общем, такой вот у меня наряд дня. Полосатый. Купила новый ковричек преддверной фикс прайси. Такой цветной решила, чтобы как-то немножко жизнерадостный такой был. В общем, Диккенс в восторге. И выбирала такой поаккуратней. И кончики все равно немножко зажигалкой прошла, чтобы никакие эти, как они называются, ниточки не торчали и не выбивались потом. Ну, я чувствую, ненадолго нам этот коврик. Диккенс, тебе, может быть, отдельно купить такой коврик? Чтобы ты наслаждался. Когти свои точил, а? Купить себе отдельно? Ты в восторге? Ой, коту нравится. Реклама коврика от фикс прайса. Так, смотрите. Уже там расковырял нитку. Вере, нитки. Диккенс, Диккенс. Ты безобразник. Даже Влад еще не видел этот коврик. До его прихода уже коврик придется выкинуть. Кстати, он такой мягенький. Вполне подойдет в ванную постелить. Надо было другой все-таки. Там такие, знаете, более традиционные. Серые, черные и темно-зеленые. Ай-яй-яй-яй-яй. И ничего не сделаешь. Вы посмотрите. Рассвигачил коврик. Так темно. Ой, обалдеть. Да, камера у меня, конечно, чудит. Чем дальше, тем, по-моему, еще хуже. Попробую в этом, в редакторе немножко высветлить. Потому что, как будто бы, я не знаю, сижу ночью. На самом деле, сейчас день. Единственное, что дождь на улице пошел и потемнело. И в квартире сразу вот, в принципе, более-менее нормально. Но камера сразу темнит. Сразу сплошное расстройство. От этого реже все видео снимаю. Потому что расстраивает меня качество съемки. Ну, в общем, я решила попить чай такой вот с пакетиком. Тес. Да, Тес там какой-то. Цитрус или что-то там, не помню. В общем, с кислинкой. Хотя мы всегда завариваем. Тут просто Влад принес пакетики. Говорит, а, что-то захотелось. И решила подесертничать. Желе с мандаринкой тут поесть. И потом что-нибудь поделаю. Надо суп варить вообще-то. Да. Ты опять украл? Я тебе сказала, что нельзя. Это моя куколка. Отсюда спер. Я опять немножко выпала из YouTube. По-моему, больше недели я не выкладывала видео. В общем, готовлю свой рот к протезированию. И мне все-таки удалили зуб. Называется, который зуб мудрости. В общем, тяжело так заживает. Но намного лучше, чем вот у меня было слева и справа, когда я ходила к бесплатному стоматологу. И она мне там вырывала. У меня даже уколы она когда делала, у меня уже лицо все раздувалось от одного ее укола. Не говоря уже потом, как вообще все заживало с трудом. Вот. А здесь я все-таки пошла к платному. И, конечно, там изначально меня предупредили, что будет все сложно заживать, потому что там корни были кривые. В общем, 40 минут мужчина-стоматолог пытался вырвать у меня вот этот зуб. 40 минут. Это кошмар, короче. Но все, слава богу, лишнее удалил. Поэтому теперь жду, когда все заживет. И, в общем, немножко беспокоит периодически. Когда я в понедельник удаляла. Конечно, в понедельник дела делать, это не очень. Не люблю я. Хоть стараюсь в последнее время вообще в приметы не верить. Но, тем не менее, в понедельник какие-то дела по возможности избегаю. Но вот пошла все-таки в понедельник зуб вырвать. И даже, кстати, чтобы разувериться в приметах, по сравнению, как я другие себе вырывала, это даже вполне более-менее прилично. Хотя он очень сложный. Мне в бесплатной клинике она даже не стала вырывать их. В общем, про зубы такая тема. На самом деле, она просто бесконечна. Особенно, если зубы беспокоят, когда есть какие-то недостатки. Про них можно вечно вообще говорить. И самое интересное, то, что когда я в бесплатной поликлинике, она мне сказала, что у меня там внизу только немножко там есть зуб, который надо полечить. Хотя я знала, и даже языком ощущаю, что у меня сверху два зуба такие большие, что их надо лечить конкретно. Вот этот, то есть три. И сходила я когда к платному, он сказал, что у меня вообще восемь зубов надо переделывать, потому что там уже, знаете, под пломбой уже видно, идет процесс. И дело в том, что сейчас я их сразу лечить не буду. Надо сначала через протезиста, оказывается, уточнить план, чтобы он написал, как правильно, что там залечить, что разные методы, оказывается, есть. Просто когда для использования обычного зуб лечится, а еще когда именно для протезирования тоже немножко по-другому пломбирование идет. Еще какие-то такие всякие нюансы есть. Ай, короче, немножко беспокоит все. Котечка ко мне не пришел на запись. Еще я жду собаку, и потом надо еще мне дела поделать. Будет. Еще, кстати, надо в налоговую выбраться. Не люблю я эти дела бумажные. Раньше так любила в бумагах ковыряться. А сейчас мне это кажется таким занудством. Думаю, что там интересно в этих бумагах. Кита, что ты? Я правда даже от этого кайфовала. Ой, вообще обалдеть просто. И давайте поговорим про погоду. У нас погода вообще какая-то чудесная. И в течение дня, я не знаю, сколько раз дождь идет, потом солнце. Дождь, солнце. Знаете, такая карусель просто с этой погодой. И уже реально люди утеплились. И мне уже стало холодно ходить просто в футболке. Я уже сейчас просто в кофте хожу. Ну, многие ходят в плащиках, в курточках. Ну, потому что реально очень холодное лето. 22 июня сегодня. И грустно. Не то, что уже позагорать, а уже даже посидеть на скамейке, почитать книжку. Уже это в сторону как-то отодвигается печаль. И еще, кстати, про аренду машины. Тоже хотели мы арендовать как-то тут. Но были, конечно, праздники. Три дня вот этих. 12 июня, которые, да, вот выходные подряд шли. И машины все заняты были. И в одном месте вообще сказали, что до июля все расписано. И, к сожалению, мы заранее забронировать не можем, поскольку у Влада все-таки график военный. И там могут быть разные непредвиденные обстоятельства. И заранее зарезервировать тоже не можем. В общем, я не знаю, получится ли на машинке покататься. Так хотелось бы. А еще в одном месте решила посмотреть прокат велосипеда. И представляете, в общем, аренда машины, ну, там где-то тысячи рублей идет. Тысяча рублей, значит, за сутки. И аренда машины. Узнала про велосипед. И увидела только одно объявление. 700 рублей. Вообще, 700 рублей велосипед, да, или машина. Но сравните просто кем. Не знаю, короче, я как-то... И тоже этот велосипед брать. По луже ехать. Не очень-то и весело. Еще так идешь. Сейчас буквально утром шла от бабушки. И сразу ливень. Представляете, вот просто на ровном месте шла. Все нормально, и ливень тебя вот врасплох застал, что даже спрятаться некуда. Такая погода. Потом... Что, кстати, сегодня у нас зоосфера началась. У меня на субботу записи никакой нету. Я до сих пор так в замешательстве. Но, наверное, я пропущу эту зоосферу. Но, если честно, немножко самочувствие не айс, ехать. И как-то просто себя выпить из колеи. Мне не хочется, что так, знаете, приехать. И потом, не дай бог, что там заболеть. Сейчас еще Влад простыл. Чихает, там насморк у него. В общем, пьет лекарства. Поэтому как-то не знаю. И я так смотрю, особой потребности у меня нет. У меня есть две вещи, которые надо мне купить. Но надо еще раз зайти в телемагазин. В интернет-магазинах посмотреть, где я обычно закупаюсь. Столики. Хочу небольшой складной столик взять, чтобы в коридоре выкинуть. И не знаю, короче. Потому что я так представила, если я куплю его на зоосфере, это же мне все равно с ним тащиться надо. Что еще вам рассказать такое? А, значит, обломы. Обломы это, скорее всего, зоосфера. Я все-таки не поеду. Ну, я изначально колебалась ехать, не ехать. Потом вообще под вопросом получится покататься на арендованной машине. Велосипед за 700 рублей я не хочу брать. Считаю, что это глупость какая-то, такие деньги. 300 рублей, да. Я согласна. 700 рублей – это какой-то идиотизм. А, на скамейке тоже книжки не посидеть, в парке не почитать. Не позагорать. В общем, такое веселое лето. Там надо было, знаете, список такой составлять, больше как зимний. Там что-нибудь вышить, повязать. Кстати, у Марина сейчас задание хорошее, такое переделка. Вот у меня как раз мои две табуреточки ждут. Я юбку-то джинсовую просто накинула. До сих пор у меня так эта юбка накинута на табуретке. Вот как раз у меня мотивация и погода позволяет, не искушает тебя ходить по улице, а сидеть дома. И как раз вот надо табуреточку эту обшить, поделать. Вот, и сейчас работы поменьше стало, а то весной как-то люди все после зимы своих любимцев приводили активно. Сейчас чуть-чуть немножко так спал поток. Так что есть время заняться и домашними делами, и бытом всяким, и собой. Сейчас с зубами, в частности. Эти зубы. Вот как раз скамейка для чтения не на улице, а в помещении. Сейчас помолтала, хотя бы чуть-чуть это немножко боль утихла. А то когда сидишь, еще больше она начинает накручивать, в ухо отдает. Когда делом заняты, или там разговариваешь, как-то отвлекаешься, и все нормально происходит. Так что спасибо, что вы остаетесь со мной, слушаете мою болтовню. И вообще, мне очень радостно и приятно, что у меня есть такие зрители, как вы. Ах, темно как. Мне так хочется молочный коктейль, я даже не знаю, купить, удовлетворить свою потребность или нет. Я, кстати, тут пробовала немножко от молочки отказаться, но пока что не получилось. Потому что я знаю, что, знаете, там из-за молочки говорят, что опухлость, отечность может быть. И спортсмены на некоторое время отказываются. Кто-то вообще на все время отказывается. Но, если честно, я вообще люблю молочку, и у меня организм вообще нормально реагирует и на молоко. То есть абсолютно все тип-топ. И я прям, не знаю, я так вот представила. Я иногда люблю молоко попить. Но не так, чтобы прям я... Ну, знаете, какая-то одна мысль, что я отказываюсь от молочки, не сразу хочется кружку молока выпить. Ой, господи. Болит всякий зуб. Поэтому все-таки, наверное, закончу попытку снимать видео. Несколько дней пробовала все. В общем, ладно, надо, чтобы все это зажило. И вернусь снова в YouTube нормально, человеком. Это вечно с какими-то опухостями он все тут прям... Субтитры сделал DimaTorzok